Уважаемые коллеги, с октября прошлого года в мой адрес неоднократно поступали жалобы от родителей, дети которых учатся в Топчихинской средней школы. Жалобы связаны со школьным питанием. Образцы питания, точнее этой гадости, я привез с собой, чтобы, если есть желающие рискнуть, могут продегустировать. Дело в том, что примерно в октябре такого же года бухгалтер этой первой школы неожиданно выиграл тендер на поставку продуктов, и после этого почему-то качество питания резко ухудшилось. Я не буду сейчас зачитывать сообщения из чата родителей, но у меня достаточно много их, я потом выложу их в публичное пространство. Но суть в том, что дети приходят из школы голодные, деньги, которые платят родители за питание, уходят в никуда. Вы знаете, я когда учился в школе, еще тендеров не было, а питание хорошее было. Родители на сегодняшний день в селах особенно протестуют, почему они не могут самостоятельно с личного подворья забить быка, скинуться всей школой, провести все необходимые санитарные исследования и реализовать это мясо в школу, чтобы их дети ели собственное мясо, то есть собственно выращенное. Почему-то какой-то дядя должен привезти неизвестно откуда, неизвестно какого качества. Мы все, наверное, учились достаточно давно, когда этих тендеров не было, и все, наверное, помним, какое питание было. Пюре картофельное, котлеты нормальные, откуда сейчас пельмени откуда-то взялись после этих тендеров с непонятным наполнением, какие-то сосиски сомнительного качества, булочки элементарно, почему-то с местной пекарни нельзя, нужно привезти неизвестно откуда, запечатанный в полиэтилене батон. Но понимаете, вот эти проблемы, вот этот закон, связанный с этими закупками для школ, он не работает в отношении качества питания. На сегодняшний день питание с каждым днем все хуже и хуже. Ну а что касается этого бухгалтера, который является поставщиком продукта в собственную школу, я думаю, формально здесь, конечно, конфликта интересов нет, а фактически, на мой взгляд, он есть. Спасибо.